Даже при минимальной ставке с Алимбет ты получаешь бонус. А если больше ставок, то и бонусы больше с каждым уровнем. Запомни, больше ставок, больше бонусов. Бонус-клуб Алимбет. Алимбет. Максимум от игры. Иракли, какие ощущения оставили первые два матча весны? Двоякие ощущения остаются после того, как независимо от какой команды мы играем, потому что, понятное дело, что для нас очень важно набирать очки, у нас очень мало побед, по факту одна победа всего лишь. Нам это очень нужно было первый матч выиграть, потому что плюс-минус это прямой конкурент для нас. Это очень важно. Со Спартаком, понятное дело, что они владели инициативой и так далее. Всем кажется, болельщикам, многим людям, обозревателям футбола, что Спартак должен был нас на разнести и так далее. Но не всегда выигрывает та команда, которая владеет мячом. Это очень примитивно, и самообман. Есть логические вещи, о которых многие люди не понимают, но все просто до матча тебя там или хоронят и так далее. Да, у Спартака была большая инициатива. То, что они владели мячом, но они не знали, что делать. Последние 30 минут тоже выпустили второго на большого нападающего. Забрашивали, играли навалом. Про это никто сейчас не будет говорить, потому что Спартак выиграл. Мы допускаем просто ключевые ошибки из матча в матч. Нам надо от этого уходить, потому что это очень важно. Мы в обороне должны меньше пропускать. Что касается игры с химками, то же самое. По факту мы допустили ключевую ошибку, потом отыгрывались. Очень важно и очень тяжело отыгрываться всегда. Плюс-минус, тем более дома, при наших болельщиках. Мы должны были... Да, нам чуть-чуть не хватило, честно. Я думаю, что все прекрасно видели и понимали, что у химкова в тронтах вообще ничего не было. Ну, а позволю на секунду остановлюсь на таком аспекте игры, как реализация. Мне кажется, или на сборах в аналогичных ситуациях подходы превращались в голы? Если так, то получается, что дело в психологии, и игру с ответственностью реально давит. Но я думаю, что вообще во всем спорте ментальность – это очень самая главная составляющая. Потому что физическое состояние можно набрать. Если на сборах набрал... Если кто-то на сборах не набрал, он через игры это набирает. А ментальное составляющее и духовное – это очень важно. Это уже внутреннее состояние человека, которое не может ни тренер не привить, ни кто-то, кто-то, либо еще другой человек. Это сам себя ты настраиваешь, подготавливаешь. Это с возрастом приходит. Ментально очень важно. Самое главное – ментально не проиграть. А что касается футбола, мы все ошибаемся. Там сегодня один человек ошибся, зато другой. За это и выходит на поле один человек, и плюс кто выходит на замену. Это взаимопомощь. А что касается реализации, ну, знаешь, в первом круге у нас тоже очень было много моментов, но мы их не реализовали. Хотя мы забивали достаточно много голов, но мы пропускали. У нас больше проблема того, что мы пропускаем. Нам нельзя пропускать. У меня есть ощущение, что против конкурентов играть как раз сложнее, чем, например, против клубов первой восьмерки. С аутсайдерами Лиги Победы нужно добывать как по заказу кровь из носу, и это возможно. Давид, я прав? Ну, я не сказал, что это давид. То, что прям сильно. Для меня лично нет. Я думаю, у нас в команде, у ребят нет разницы, с кем мы играем. Понятное дело, что когда играешь с командой первой пятерки, там даже не надо настраиваться. И я вообще считаю, что это глупый подход настраиваться на какую-то либо игру, независимо, каковый матч. Ты должен всегда выходить, настраиваться только на победу. Понятное дело, что это не всегда получается, и многие там критикуют и так далее, что факел там играет как-то не так, примитивно или поле плохое у Воронежа. Хотя, я думаю, что сейчас во второй части сезона, когда мы начали, там не только у нас такое поле, и все жалуются после факела только на поле. А может быть не проблема у факеля поля, а проблема в том, что они нас не могут обыграть. А об этом никто не говорит. Все говорят только о проблеме поля, поле, поле. Но если поле, что всем команда поля мешает нас обыграть? Нет. Ну, как считаешь, выживет в лиге тот, у кого нервы крепче? Это будет одним из главных факторов? Выживет в лиге тот, у кого нервы крепче. Кто не будет привозить сзади, на ровном месте привозить ошибки? Это очень важно. Можно вообще плюс-минус. Просто все требуют, понятное дело, что многие вообще в футболе не соображают, но зато у нас все в футболе все хорошо соображают, только критикуют и так далее. Но есть другие обстоятельства и так далее, про которых никто не может даже вникнуть и говорить. Они просто абстрактно там смотрят, поверхностно наверху только вот видят, обложку, какой это тяжелый труд и так далее. Об этом никто не понимает. А что касается сохраниться в лиге, в лиге, чтобы сохраниться, нужны победы. Независимо, каким путем. Как ты играешь, плохо или хорошо, это никого не интересует. Потому что результат остается, а игра забывается. Ну, а как ты думаешь, готова ли команда действовать ради этих побед чуть более рискованно? Почему я спрашиваю? Вот в восьми матчах, например, можно выиграть три встречи, пять проиграть и заработать девять очков. А можно все восемь матчей свести к ничьей и заработать восемь очков. То есть ничьих мало. Ты думаешь, мы выходим на поле и на ничью играем? Думаю, изначально нет. Да никто не играет на ничью. Как бы сейчас кто-нибудь говорил о Спартаке. Понятное дело, что тяжело. Да, одно очко было бы хорошо. Но никто не выходит и играет на ничью. Это просто там люди болтают, ноги, которые ничего не изображают в футболе. Что мы выходим на ничью. Мы сами не хотим этой ничьи. Мы хотим выиграть, но, блин, не получается. Я не могу сказать, что кто-то не хочет выиграть. И вообще, какое право, я имею право такое говорить, что кто-то не хочет выиграть. Я такой же футболист, как и все. У нас самые ключевые проблемы – это ошибки, которые мы допускаем. Из-за которых тяжело потом. Впереди мы же не мало забиваем, мы много забиваем. Можно посмотреть по забитым и по пропущенным, но мы очень много пропускаем. Вот это наша проблема. Давай вспомним игру с Сочи на сборе в Турции. Какое впечатление оставили сочинцы тогда? Сочи, в принципе, и в первом кругу, когда мы играли с ними на сборах, сейчас достаточно дисциплинированная, умная команда за счет опытных футболистов, которые ведут игру. С опытом большим, тренер у них. У них такая сбалансированная, хорошая команда. Но мы там проиграли 4-2. Я не сказал бы, что мы проиграли. Счет был 4-2, но мы по игре мы точно ничем не уступали. В Сочи то же самое было, как в принципе в этих двух матчах. Ключевые ошибки наши мы из-за этого и проиграли. Хотя, ну, играли плюс-минус. В первом тайме первые 20 минут они нас чуть-чуть подавили, а потом вообще мы отлично играли. Но это всего лишь товарищеский матч. Понимаешь, там уже другая психология, где-то ты ноги убираешь, кто-то страхуется, кто-то не добегает. Там уже другая зона ответственности. Вот про ничьи, позволю еще, спрошу. Их можно по-разному трактовать. Кто-то может сказать, что мы миролюбивые, а кто-то может наоборот переначить сказать, что факел очень неуступчив. Вот ты как воспринимаешь ничьи? Во-втором, какие мы миролюбивые, мы же где-то здесь. Не волонтеры, чтобы очки раздавали себе налево-направо. Мы не уступаем, за счет нас не могут обыграть. Понятное дело, что многие считают, что мы домашняя команда, что она дома, там болельщики помогают. Мы за счет этого еще более агрессивно играем. Но мы и на выезде не проехали многим командам. Так что, я считаю более, что мы неуступчивая команда. Достаточно неприятная команда для многих команд в нашей лиге. И давай закроем тему, которая порядком надоела. Каждый раз в смешанных зонах после матча журналисты атакуют тебя вопросами о других клубах, которые якобы тобой интересуются. После «Спартака» уже было, я там отвечал, наверное, их было достаточно много людей. Я сказал, что я являюсь футболистом факела, на этом точка. Что касается, ну, это как бы их работа, им надо задавать провокационные вопросы. Они думают, что уже все футболисты не очень далекого ума, и они будут отвечать на их примитивные вещи. Но я им ответил все как есть, а написали на самом деле. То есть сам читал, сам не скинул, они написали на самом деле, как им выгодно, чтобы на цитаты разлетелось во все издательства другое. И потом люди думали, что вот футболисты такие-сякие. Просто впредь, когда они будут задать такие вопросы, я сегодня тебе про это говорил, я их буду записывать тоже теперь на камеру, чтобы потом не было таких вещей, что мои слова переворачивали и меня выставляли в нехорошем свете. Это инновационный подход. Обычно снимают футболистов, а теперь футболисты снимают журналисты. Ты же не можешь из-за двух-трех журналистов отвечать другим людям, которые добросовестно приходят и выполняют свою работу. Мы их уважаем, все футболисты. Я понимаю футболистов, которые не хотят с ними общаться, но из-за таких вот ситуаций накапливается из-за раз в раз, и потом просто ребята не хотят общаться. Не из-за того, что они их не уважают и не хотят. Вот из-за таких ситуаций. Я всегда к ним открыт, независимо от того, какой результат матча, устал ли или нет, я всегда пытаюсь удалить время, потому что я знаю, что они этого ждут в конце матча, чтобы задать какие-то вопросы. Но я считаю, и они должны уважительно на нашу сторону относиться и не перевирать наши слова, не вставлять там, как им выгодно, чтобы их репостили и больше активности было в их публикации. Это не очень красиво выглядит. Из-за этого, из-за двух-трех человек, которые так делают, теперь я буду снимать или записывать на гетофон то, что они мне задают, чтобы у меня тоже был аргумент, чтобы мои слова не перевирали. И с какими мыслями ты теперь готовишься к матчу с Сочи? Я думаю, что не я, вся команда, мы это ждем. Нам очень нужна домашняя победа, прям как воздух. Я считаю, что болельщики сейчас должны нас поддержать вдвойне больше, чем было с химками. Я понимаю, что из-за определенных обстоятельств многие люди не приходят на стадион, но 21 год они этого ждали, момента, чтобы приходить на стадион, поддержать. Я сейчас думаю, что и многие люди, которые сейчас приходят, они вообще про факел не знали. Сейчас много стало, знаешь, просто интерес большой, что такой же этаж, на факел приходит столько людей. И много, большинство, я считаю, осталось еще Советского Союза, люди, которые поддерживают, переживают, любят клуб, свой город. И я считаю, что в данной ситуации поддержка клуба это очень важно, потому что, дай бог, чтобы мы остались, на следующий год еще будет больше Хаити поддерживать. И такой любви, как в этом городе, но взаимной любви футболистов, болельщиков и болельщиков нет нигде. Ни в одном городе России. Ни в одном городе России футболистам не пораж bring, а в том городе России. И геологияHAN не могла Tout fahren, чтобы мы Irı học JBK Behind the area And like, look at the